Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Амаркетс», оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря данные из США по состоянию американского рынка труда. В 12.15 по GMT ждем статистику от EDP. Важный релиз, тем более, что традиционно эту статистику мы с вами анализируем как репетицию перед выходом Non-Farm Perils в пятницу. А этот отчет точно станет источником повышенной волатильности и значительным катализатором для движения американской валюты. Кроме того, сегодня в 14.30 по GMT выйдут данные по запасам нефти в США. Это официальная оценка от администрации аналитической информации. Релиз этот точно недооценивать не стоит. Мы знаем то, что эта статистика оказывает влияние на нефтянку. Сейчас покупатели на рынке нефти действительно воспряли духом. Мы видели по бренду пробой бренда сопротивление 85 долларов за баррель, текущие котировки даже выше. Ранее я принял для себя решение и вам, в принципе, рекомендовал тем, кто прислушивается к моим рекомендациям. Пока что оставить нефтянку на второй план. Мы вернемся к нефти, когда будет более ясная ситуация в отношении американского доллара. Но если вы по-прежнему находитесь в длинных позициях и уверены в том, что бренд в ближайшей торговой сессии сможет прорваться в район 90 долларов за баррель, я вас, конечно же, отговаривать не буду, потому что сам верю в то, что рынок нефти сохранит бычью динамику. И даже 90 долларов за баррель по бренду это будет непредельный целевой ориентир. Что касается данных по запасам, хочу прям подсветить особенно эту статистику, потому что накануне вышли данные от Американского института нефти. И ранее я уже подходил к анализу этих релизов, этих данных с точки зрения того, что довольно странно сейчас в разгар летнего сезона, когда мы видим подтвержденные факты роста автомобильного трафика, рекордные показатели с доковидных времен по числу автомобильных поездок среди американцев. Почему запасы снижались, ну прям совсем символично, значения были 500 тысяч баррелей нефти, чуть больше миллиона, хотя в текущих условиях были все условия для того, чтобы мы видели снижение запасов на 5, на 10 миллионов. И этот вопрос меня немного волновал. Ну, я думаю, что речь шла о каком-то временном влаге. В конечном счете данные, вот, или скажем, масштаб таких цифр мы все-таки увидим чуть попозже. И вот, пожалуйста, вчерашний отчет от Американского института нефти. Запасы нефти в США снизились на 15,4 миллиона баррелей. Это значит то, что есть очень высокая вероятность того, что сегодня, когда выйдет релиз от администрации литератической информации, мы можем увидеть похожее значение. И это должно привести к росту рынка нефти. Но если вернуться к моей рекомендации, я все-таки решил, что 85 долларов за баррель в текущей траектории роста этого достаточно, чтобы больше сфокусироваться на курсе американского доллара. Потому что то, что дальше будет происходить с американской валютой, конечно же, заденет, затронет динамику всех финансовых инструментов. Индекс доллара. Текущие котировки 101,98. Можно округлить, сказать, что индекс доллара тестирует сопротивление 102 пункта. Это максимальное значение с 10 июля. Вспомним заседание Федрезерва, когда ставку повысили на 25 базисных пунктов на прошлой неделе до 5,5%. И во время пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл дал понять, что, скорее всего, она уже достигла ограничительного уровня. И все, что будет происходить с монетарной политикой дальше будет полностью зависеть от публикуемых макроэкономических данных. Тогда же мы с вами сделали вывод, что, ладно, если статистика настолько важна для американского регулятора, она должна быть важной и для нас. Поэтому мы стали анализировать каждый фундаментальный релиз. Собственно, в ходе вчерашней торговой сессии стоит выделить два отчета. Это количество открытых вакансий и индекс активности производственного сектора США АСМ. И здесь все плохо. Что касается рынка труда, количество открытых вакансий 9,58 миллиона, снижение с 9,61. Это, то есть, фактическая цифра прошлого месяца стала, казалось, хуже, чем мы видели два месяца назад и хуже, чем прогнозировали эксперты. И количество открытых вакансий, вот этот показатель, многие анализируют тоже как предвосхищающий релиз предстоящего отчета по Nonfarm Parallels. Ну, нельзя провести какой-то параллель прям непосредственно по цифрам, но, наверное, можно сказать, что если количество открытых вакансий, как показателей, общее число не дотянуло до прогнозов и, в принципе, релиз разочаровал, то Nonfarm тоже могут подвести. Индекс АСМ производственного сектора 46,4, прогноз был 46,8. И, к сожалению, промышленность США остается в самом настоящем упадке уже более чем полгода. И вчера, когда мы ждали этот отчет, не питали особых иллюзий, даже не надеялись, что производственный сектор может оказаться лучше, чем прогнозируют эксперты, либо преподнести какой-то сюрприз и выбраться на траекторию роста, то есть оказаться выше 50 пунктов. Нет, друзья, нужно просто признать, что промышленность США переживает очень тяжелый период, и я думаю, что в ближайшие месяцы ситуация особо не изменится. Поэтому, возвращаясь к риторике Паула, да, на фоне таких слабых отчетов можем сделать вывод о том, что все-таки пока что американская экономика не очень убедительна с точки зрения того, сможет ли она выдержать еще одно повышение ключевой процентной ставки. Это, конечно же, правильная, на мой взгляд, сейчас аргументация идеи, что будет с долларом дальше, если прогнозировать действия Федрезерва. Но нужно также осознавать, что все напрямую будет зависеть не от этих данных, которые вышли, а от предстоящего релиза Non-Farm Perlus и данных по инфляции. Эти релизы еще впереди. Я сохраняю короткую позицию по индексу доллара, потому что уверен, что Non-Farm разочарует, и на следующей неделе мы получим еще один подтвержденный факт снижения инфляции в Штатах. По другим финансовым активам золото 1948 долларов за трость к лунцу. Хорошо, что ранее вышли из этого актива. Пока что новостной фон и обстоятельства, факторы, которые мы ранее использовали для того, чтобы открывать позиции за то, чтобы золото снижалось. Самое главное из них это рыночный сентимент. 75% трейдеров сейчас золото покупают, и мы видим то, что золото идет против толпы. Десятилетний трежерис доходность уже превысила 4%. В таких условиях золото не может расти. Почему я не открываю короткие позиции? Все просто, друзья. Я, опять же, сфокусирован на индексе доллара и прекрасно понимаю, что если американская валюта в любой момент обвалится по факту какого-нибудь новостного события, например, сегодняшнего релиза по IDP в состоянии американского рынка труда, то золото может очень быстро развернуться, и рыночный сентимент также измениться. Но когда это произойдет, я уже тогда буду рассматривать золото как актив потенциальный для покупок. Это не сейчас. Евро-доллар 1.10 европейскую валюту тоже пока не трогаем, потому что нужно убедиться, что доллар уже отправился снова на тест поддержки 100 пунктов. Для этого нам нужно пережить пятницу и предстоящие данные по Non-Farm Perls. Британская валюта 1.2770. Здесь длинные позиции сохраняю, потому что завтра вот это знаковое фундаментальное событие заседания Банка Англии с потенциалом повышения ставки. Я надеюсь, что это событие не подведет покупателей и Банк Англии не разочарует. Австралийский доллар против американца 0.6593. Здесь рекомендуют как косрочный шорт с целями 0.65. Резервный банк Австралии накануне сохранил процентную ставку на прежнем уровне 4.1%. То есть он не меняет ее на протяжении второго заседания подряд, хотя прогнозы были, что ее нужно поднять на 25 басных пунктов. Важно, что Резервный банк Австралии, на мой взгляд, довольно очевидно подсветил нам, что текущий уровень процентной ставки уже как говорил Паул тоже, является ограничительным и достаточно сдерживает рост инфляции. Это может означать, что 4.1% в Австралии это и есть пиковая процентная ставка, выше которой она уже не вырастет. Это очень сильно разочаровало покупателей, поэтому мы видим агрессивные распродажи, которые начались еще в ходе вчерашней торговой сессии и продолжаются сейчас. 0.65 вполне реальная цель на ближайшие торговые сессии. Друзья, на этом собственно все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.